Во Львов мы приехали 14 января с чемоданом, два чемодана у нас было. Решили открыть свой салон и решили развивать свой бизнес здесь, на Украине, в городе Львове. По интернету мы нашли помещение, мы приехали сюда, все было очень быстро, мы составили договор, потом сделали ремонт косметический здесь немножко. У нас еще в процессе все, это еще не законченный вариант того, что у нас есть в салоне. Мы заказали мебель, она сейчас скоро должна прийти, мы заказали вывеску, которая еще у нас не висит. Вы не представляете какое-то счастье, два месяца ждать вывеску. Она будет вот здесь висеть, она будет светиться ночью, у нас на черном фоне белыми буквами написано носочек, красные ножницы и мастерня красы. Кровода заведете внутрь, там есть отверстие, через него заведете провода. Конечно, в Севастополе у нас уже была полностью набитая клиентура, здесь мы живем два месяца, соответственно, нас очень мало людей знают. Мы развиваемся, у нас очень хорошая команда и в команде есть как львовяне, так и переселенцы тоже. В частности, у нас Леночка с Ялты приехала. Вышла замуж, начали перебираться в Крым, купили участок под Севастополем, построили забор, фундамент и все. Ну и вообще с такими проукраинскими взглядами оставаться в Крыму было немножко опасно, мне кажется. Все не так страшно, как рассказывают по телевизору, что вот мы здесь живем, нас не съели, мы ходим, говорим по-русски везде, и это нормально, никто не бьет нас, не обижает. Даже наоборот, вот даже в детскую поликлинику мы приходим к нам всегда очень вежливо, с уважением, с интересом даже каким-то. И ребенка так очень, ну такое внимание определенное уделяют. Я не могу сказать, что я вообще почти за год во Львове ни разу не столкнулась с тем, что, как сказать, что говорю по-русски, да? И мне как-то, ну там замечание какое-то делали, ничего такого не было. Все, вы готовы. Вам нравится? Здесь, кстати, тоже у нас много переселенцев, которые приходят и общаются, и говорят о наболевшем то, что происходит и здесь, и то, что происходит с родственниками и друзьями там. Ну, мы такое говорим, клуб анонимных алкоголиков. Мы хотим остаться здесь жить. В принципе, деньги, которые мы вкладываем сейчас в наш бизнес, это те деньги, на которые мы хотели построить дом в Севастополе. Не то, что надеемся, я верю, что у нас все получится, потому что все предпосылки, я верю в знаки, в то, что происходит на данный момент, что произошло с нами за два месяца во Львове. В моей жизни, я считаю, это большой прогресс и прорыв. Мы построим здесь свой дом, мы будем ездить здесь отдыхать в горы, да, мы копаем море. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...